Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В этом году регион улучшил операционный баланс. Налоговые доходы повысились на 15% и прогнозируется их дальнейший рост. Программа Экономика. Долги помешают предприятиям получить налоговые льготы. Об этом заявила министр финансов Елена Ковалева. По ее словам, при предоставлении налоговых преференций пристальное внимание будет уделяться долгам предприятий. Сейчас для предприятий-льготников отсутствие долгов не является обязательным условием. В дальнейшем же это будет касаться и получателей бюджетных субсидий. Напомню, что региональные власти пересмотрели условия предоставления инвесторам льгот по налогам. В частности, со следующего года пониженные ставки налога на прибыль для компаний, инвестирующих в обновление основных фондов, будут применяться для тех, кто вложит более 20 миллионов рублей. В составе объектов основных средств будут учитываться только производственные. Экономика. На 101 ФМ. От Ганжелы требуют заплатить налоги за обанкроченные предприятия. Налоговая служба обратилась в арбитражный суд Кировской области с заявлением к Николаю Ганжели. Его хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам Яранского комбината молочных продуктов. Конкурсное производство на предприятие было открыто еще в 2011 году. Налоговики требуют внести в реестр требований кредиторов почти 9 миллионов рублей. Ганжелы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия. Он похитил более сотни миллионов у нескольких яранских предприятий, которыми руководил. Суд приговорил Ганжелу к 9 годам колонии общего режима и к штрафу в 1 миллион рублей. Экономика. К другим новостям МАКФА изучает возможность покупки Абсолют Агро. Информацию о визите управляющего компании Антона Белоусова на кировское предприятие подтвердил бывший руководитель агрохолдинга Сергей Доронин. МАКФА наряду с макаронными изделиями выпускает пельмени и заинтересована в расширении производства. Напомню, что Абсолют Агро было признано банкротом в 2014 году. Программа «Экономика». Городской бюджет получит дополнительно более 300 миллионов рублей. Деньги придут от области и из федерального бюджета. За счет дополнительных средств и перераспределения уже имеющихся, расходы на образование вырастут почти на 400 миллионов рублей. Большая часть суммы будет направлена на приобретение зданий для размещения образовательных организаций на развитие городской системы дошкольного образования. Также город выделяет деньги на помощь молодым семьям с покупкой жилья, строительства теплотрасс, на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы. «Экономика» на 101 ФМ. Кировчане получат обновленные уведомления для уплаты налогов. Впервые сводное налоговое уведомление будет сформировано по всем объектам налогообложения на территории России, независимо от места их нахождения и места жительства налогоплательщика. Заплатить по ним нужно до 1 декабря. «Экономика» Напоследок несколько цифр. 373 миллиона рублей налогов получила Кировская область от Горьковской железной дороги. За 14 миллионов рублей продано здание авиатской кунсткамеры. На 25% снизилось число сотрудников, которых предполагают сократить кировские предприятия по сравнению с прошлым годом. И о валютах. Доллар прибавил 32 копейки. Официальный курс на 22 июля. 63 рубля 74 копейки. Евро стоит 70-30. Вырос на 61 копейку. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.